Всем привет, с вами канал все о планшетах и тема сегодняшнего видео урока электронная книга или планшет что лучше или что выбрать и сейчас мы с вами об этом поговорим что такое электронная книга это устройство с помощью которого можно читать книги и она в общем-то предназначена для того в первую очередь и в основном для того чтобы читать книги современные электронные книги могут сочетать в себе еще некоторые другие дополнительные функции такие как например прослушивание музыки или просмотр фотографий возможно даже где-то подключение там к интернету и какие-то еще другие мелочи но основная их задача это чтение книг и в этом заключается ее основная особенность и основной плюс если говорить о планшетах то планшет для планшетов чтение книг на планшете это является просто одним из ну как бы одним из действий одним из развлечений которым можно заняться на планшете то есть планшет изначально разрабатывается не для чтения книг или вернее сказать не только для чтения книг и отсюда и вытекает его как бы основная разница основное отличие от электронной книги ну вот мы посмотрели как выглядит планшет сейчас посмотрим на электронные книги их конечно огромное количество разнообразие здесь достаточно велико но все электронные книги имеют одну черту общую которая какую бы вы книгу руки скажем не взяли имеет общую особенность заключающуюся в том что экран у всех электронных книг имеет одну и ту же структуру то есть может быть разная диагональ экрана но все электронные книги имеют черно-белый экран и этот черно-белый экран он не имеет подсветки то есть то есть сам экран электронной книги он как бы создан таким образом чтобы максимально имитировать ну какой-то газетный лист или книжный лист таким образом чтобы когда читатель читает текст глаза как можно меньше уставали чем плюс такого экрана плюс этого экрана заключается в том что чтение с такого экрана для глаз является менее вредным менее утомительным и соответственно ну при длительном чтении если человек много например читает то безусловно нагрузка на глаза будет большая и в таком случае если вы например являетесь таким являетесь таким заядлым книгоманом который любит провести за книгой не один час то безусловно электронная книга это то что вам нужно потому как глаза от такого экрана уставать будут значительно меньше чем от экрана например планшета причем здесь не имеет значения какой планшет иногда ну понятно само собой что чтение книги на планшете с очень низким разрешением экрана это вообще можно ну как бы очень сильно повредить своим глазам то есть это очень плохо это не рекомендуется делать но даже если экран планшета имеет хорошее разрешение и матрица очень хорошего качества все равно экран планшета не способен сымитировать книжный лист так как это делает электронная книга и поэтому ну в этом плане экран электронной книги вне конкуренции однако здесь нужно учесть еще и тот момент как бы для чего вы покупаете себе устройство для чего покупаете например электронную книгу если электронная книга покупается для того чтобы с этой книгой провести время где-то например на море на отдыхе там где много солнца то это самое но но если речь идет о том что вы где-то постоянно путешествуете в каких-то поездках ездите в автобусах или поездах то и ну само собой что обычно люди читают книги на ночь да где-то перед сном ну не всегда но чаще всего да так вот читать вечером или ночью на электронной книге просто физически не получится потому что на экранах электронная книга существует регулировка яркости вообще понятия такого как яркость нет и соответственно в темном помещении или в темное время суток просто не будет видно текста то есть электронная книга становится нечитабельна в то время как на планшете без проблем можно читать в любое время суток ну или вернее сказать или в темное время суток читать будет возможно вот я сейчас запустил приложение для чтения книг и вот хочу продемонстрировать как она работает то есть вот открыта книга есть текст в принципе текст читабельный однако есть здесь возможность регулировки яркости вот как вы видите можно добавить яркость если речь идет о каком-то ярком солнце на улице и где экран бликует или выгорает сразу от яркого солнца и наоборот в темном помещении яркость можно уменьшить чтобы она не раздражала очень сильно глаза то есть в этом как бы нюанс такой есть плюс но тем не менее не в целом в целом как бы чтение книг на планшете это ну по сравнению с идеальными условиями для электронной книги конечно является вариантом не самым удобным но здесь в силу вступает еще некоторые факторы в частности к одному из таковых можно отнести функционал да то есть если на электронной книге как я уже говорил кроме чтения книг принципе больше делать нечего самые дешевые поддерживают только чтение книг электронной книги немножко подороже могут поддерживать некоторые другие функции прослушивания музыки и там просмотр фотографий может быть даже какой-то веб-серфинг подключение по вайфай веб-серфинг но но в целом практически все электронные книги не имеют сенсорного экрана то есть там как вы наверное обратили внимание кнопочное управление вот и если же они будут поддерживать сенсорный экран то соответственно такие электронные книги будут не дешевыми и в таком случае их стоимость может быть сопоставима уже со стоимостью планшета или хорошего даже планшета то есть как бы изначально прям вторым преимуществом электронной книги является их дешевизна то есть это устройство относительно планшетов более дешевые вот но опять же все зависит от функционала если вам нужен функционал если вам нужен мультимедиа центр то тогда конечно однозначно планшет потому что на планшете можно не только книгу почитать можно и видео посмотреть можно музыку послушать можно удобно без проблем полистать странички интернета можно поиграть в игрушки можно делать много-много чего другого на электронной книге безусловно повторяю функционал настолько урезан что кроме чтения книг и еще пары функций больше делать нечего и в этом их явное отличие при этом плюсом электронной книги является заряд батареи то есть если батарея там и не очень большая стоит то этой батареи все равно будет хватать на многие-многие дни даже недели и не использование без подзарядки то есть зарядили один раз и в течение нескольких недель можно будет читать книги потому как здесь нет яркости экран потребляет крайне мало энергии и и будет хватать на очень долго то если говорить о планшетах то само собой здесь расход энергии очень высок и даже если вы только читаете книги на планшете тем не менее вряд ли ваш планшет сможет в таком режиме от одной зарядки проработать больше одного-двух дней то есть как бы здесь разница тоже конечно огромная ну собственно говоря вот мы с вами поговорили об основных плюсах и минусах таких устройств как электронная книга и планшет мы поговорили об этих устройствах их сравнивая что в них общего как их можно использовать в целях чтения книг и что лучше если вы выбираете вот но в принципе вот это основные пункты которые следует знать по этому вопросу с вами был канал все о планшетах всем пока и помните что любую проблему можно решить главное знать как